Вышла погулять и не вернулась. Три месяца назад Надежда Смирнова потеряла любимую кошку Машу. Она хоть и домашняя, рассказала женщина, но ежедневно гуляла на улице. За 12 лет ни разу не задерживалась на улице надолго и не отходила от подъезда. Мы уже поняли, что Маша пропала. То есть мы начали ее, мы все обыскали. Но потеряться это животное просто не могло, просто потому что оно не могло потеряться. Это слишком умное животное, оно никуда не отходило. Мы облазили подвал, взяли ключи, попросили ребят в домоуправление. Они вместе с нами ходили, все проползали. Трупа мы не нашли. То есть погибнуть животное, если погибло, то труп, естественно, бы нашли. Сделали вывод, что собака, ой, кошка вернее, ну, перестань коша. Кошка, скорее всего, что была похищена. Объявление о пропаже Маши в соцсетях результатов не давало. В конце февраля Надежда случайно разговаривалась на улице с незнакомой женщиной. Она рассказала, что у нее пять кошечек, собачка. А потом она говорит, вот у нас еще дочка принесла шестую кошку, ведь шестая она у нас. В этой кошке Надежда признала свою Машу. Но получить питомца так и не смогла. Случайная знакомая отказалась идти на контакт. А уже во время подготовки материала ее родственники сообщили нам, что данная кошка проживает в этой семье уже в течение трех лет. На чьей стороне закон сейчас разбирается полиция. Но, как говорят специалисты, подтвердить права собственности на кошку или собаку без документов, клейма или чипа непросто. Как поясняют в прокуратуре, в любом случае нашедший животное должен заявить о находке в органы власти. В течение полугода хозяин может заявить свои права и обязан доказать их документально. В соответствии с требованием 231 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных домашних животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у которого животные находились на содержании и в использовании, приобретает право собственности на них. В приказе этого лица от приобретения в собственности содержавшихся у него животных они поступают в муниципальную собственность и используются в порядке определенного органов местного самоуправления. Если договориться самостоятельно прежние и нынешние владельцы животного не могут, то в таких ситуациях последней инстанцией будет суд. Если первый хозяин сможет доказать факты ненадлежащего содержания или жестокого обращения с животным у второго, то он может требовать возврата даже по истечении шести месяцев. Чтобы спорных ситуаций было как можно меньше, владельцам советуют оформить официальные документы на своих питомцев. Алена Колчина, Анатолий Холин, Новости.